Сравчанин заказал на интернет-сайте комплект зимней резины и сделал стопроцентную предоплату на сумму более 13 тысяч рублей. Через некоторое время мужчине на мобильный телефон пришло СМС-уведомление о том, что на складе таких шин нет, и чтобы вернуть деньги, нужно сообщить все реквизиты банковской карты. В итоге со счета Сравчанина списали более 106 тысяч рублей. Очень большое количество социальных мошенничеств – это когда жители в интернет-порталах, в интернет-ресурсах приобретают какую-то иную продукцию. Сейчас, как вы знаете, очень много подельных сайтов. Человек видит объявления о продаже, допустим, это автозапчастей, какой-то продукции, предметов, общего выда. Заказывает, делает стопроцентную предоплату, а в итоге оказывает, что данный сайт – это сайт про подделку. Также мошенники стали действовать и под видом операторов сотовой связи, и таким образом оформлять на своих жертв кредиты. Абонентам звонят и говорят, что телефонный номер скоро будет заблокирован. И чтобы продолжать пользоваться связью, необходимо сообщить свои персональные данные. И подтверждение, когда придет вам сообщение с кодовым словом, либо с пятизначным значением, чтобы сообщить его. А если вот это приходит из сообщения, там уже написано, что никому не сообщать, да, прям черными, большими буквами, никому не сообщать. Но все равно граждане, читая, что никому не сообщать, сообщают вообще людям по телефону данные, потом лица, используя их персональные данные, оформляют себе кредит. Проголосуй за мою племянницу, пожалуйста. Сообщения от мошенников с такой просьбой сейчас массово рассылаются жителям России. Перейдя по ссылке и приняв участие в голосовании, вы можете потерять все свои личные данные учетных записей в интернете. После того, как вы откликнулись на сообщение, ваши персональные данные попадают в руки злоумышленников. Затем мошенники используют данные вашей телефонной книги и рассылают от имени абонента, которого взломали, просьбу занять определенную сумму денег. Ну а также там могут быть, что это твой знакомый Сергей пишет смс-сообщение, дай долг 10 тысяч рублей, там дальше я верну. Никогда не надо ввестись на эти сообщения, надо, прежде всего, позвонить, если это друг, другу, если это родственник, родственнику. Точнее, действительно, он попал в трудную финансовую ситуацию, если он подтвердит, то в том, что случится, в предельном средстве. У нас тоже такие были заявления, обращения, когда граждане в оказании музеальной помощи переводили разные суммы денег в мошенниках. Никогда не сообщайте свои персональные данные и реквизиты банковских карт третьим лицам по телефону или через СМС. Если у вас есть подозрения, обратитесь в банк или в салон сотовой связи, позвоните в полицию. Предупредите и своих пожилых родственников о распространенных схемах обмана. Светлана Ярунова, Сергей Рябов, Служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова